Всем привет! Вы на арт-территории. Какое же удовольствие возвращаться снова в эфир. У нас сегодня очень юмористическая тема, которая немного кусается. Такое тоже бывает в мире искусства. Начинаем! Много ли юмора или сатира вы видели в живописи для большинства этот мир возвышенных материй? На самом деле там есть и гротеск, и, если хотите, графический анекдот. Сегодня наша тема – карикатура. Карикатура – это всегда про жизнь, про действительность. Очень часто имеет яркую социальную окраску. Карикатура очень язвительно высмеивает того, кто изображен на ней. И при этом очень веселит всякого на нее смотрящего. Если вам кажется, что они появились недавно, то вот вам, пожалуйста, пример из Средневековья. А что там Средневековье? Сам великий и гениальный Леонардо да Винчи мог так написать, портрет. Сами посмотрите. Кто-то, может быть, хочет подобный портрет? Вряд ли. Рассматривая работы карикатуриста, всегда нужно помнить о втором плане, в котором заложен смысл. Так карикатура с вами разговаривает и становится вам абсолютно понятной. Вот пример из века 19-го. Работа «Ануре Доммие». Мне даже вам расшифровывать ничего не нужно. Все и так понятно. Как насчет малоизвестной стороны Владимира Маяковского, советского поэта? Так он занимался тем, что писал статьи для журнала кинематографии с авторскими рисунками, а также занимался плакатом. Вот пару примеров. Теперь самое время для подборки современных карикатур. Вам смешно? А между прочим, Винни-Пух бы обиделся. А сколько всего еще есть на злобу дня с политической окраской? Но эти карикатуры не для нашего эфира. А что вы скажете насчет этого рисунка? Что это? Шарж, отвечу я вам. А как же нам теперь определить разницу между карикатурой и шаржем? Разница тонка, но вполне осязаема. Так карикатура всегда более злободневная, может быть политически или социально остра. А шарж, он более добродушный. Это как прикол вашего друга. Вот несколько примеров, чтобы почувствовать разницу. Что ж, в общих чертах разобрались. Но для основательной наглядности нужен пример здесь и сейчас. И я предлагаю, чтобы не задевать ничьих чувств, а пробовать на мне. Вы уже сами определите, что у нас получилось. Шарж или карикатура. Как вы поняли, мы рисуем меня. И было долгое размышление о том, как можно, собственно говоря, пошутить, да, изобразить меня в какой-то такой юмористической форме. В формате шаржа или карикатуры. Таня, ну скажи мне, пожалуйста, какие у тебя варианты были? Как можно подшутить, так сказать, над ведущей программой? Можно высмеять какие-то детали. Хобби либо профессия здесь учитывается. Это все можно отобразить в мелких нюансах, деталях. Хорошо, а с внешностью мы можем что-то сделать? Ну, допустим, увеличить нос или увеличить губы? Ну, то есть как-то можно простебать и эту сторону? Или там цвет волос поменять? Немножечко получается все-таки более комично. А я приветствую лица делать более натуральным. Я поняла. То есть это будет более такая добрая версия меня. Я думала, мы немножечко жестко надо мной подшутим. Кстати, мы вот когда переписывались, у нас был вариант изобразить меня в формате Моны Лизы. Либо девушке с жемчужной сережкой. То есть взять какую-то очень известную картину. Но потом решили, что этот вариант не совсем подходит. Правда? Да. Мы оттолкнемся от профессии Александры. Изобразим ее немножечко с такими нюансами именно телеведущей. Ну, собственно говоря, вы совсем скоро увидите, что же там такого особенного получилось. Мне пока, кстати, очень все нравится. Таня, как лучше мне стать? Может быть, собрать руки или раскрыть? Можно раскрыть. Можно раскрыть, да. Там что-то придумали? Может, я буду слушать? Ну что ж, работа закончена. Не терпится посмотреть. Правда? Да, давайте посмотрим. Давайте. 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 Тот, кто никогда не смеется над собой, упускает множество отличных поводов, чтобы посмеяться. С вами была Арт Территория. И мы сегодня были на такой легкой, веселой стороне и расширяли границы дни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова